Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня 30 марта. Мы завершаем нашу первую серию вебинаров 2023 года. И сегодня у нас не простой вебинар, а вебинар, подготовленный с участием нашего заказчика. И посвящен он преимуществам использования программного продукта Т-навигатор при проектировании месторождения. Традиционно сегодня я буду выполнять роль модератора. Меня зовут Анна Маркина. И основным докладчиком, спикером выступит Бесенов Максат, эксперт по разработке. Уважаемые коллеги, хотим отметить, что техническая поддержка работает в режиме 24 на 7. И если у вас возникает какой-либо вопрос, вы можете всегда написать нам по указанной слайде почте. Уважаемые коллеги, как вы знаете, у нас обновилось приложение для проведения вебинаров. И хотим обратить ваше внимание на два момента. Открыть чат – это для технических аспектов, таких как звук, картинка и так далее. И если вы хотите задать вопрос спикеру, то, пожалуйста, пишите их в графу «Задать вопросы». Хочу отметить, что все вопросы, которые будут написаны в чат, мы просим переадресовать в «Задать вопросы». То есть все ваши вопросы технические пишем в «Задать вопросы». Уважаемые коллеги, как я уже сказала, сегодня мы завершаем первую серию вебинаров. И уже через две недели, 13 апреля, мы проведем наш первый вебинар второй серии вебинаров, который будет посвящен основным изменениям гидродинамического моделя новой свежей версии программного продукта «Т-навигатор» – версия 23.1. Уважаемые коллеги, еще раз хочу отметить, что если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите в «Вопросы» или по указанной на слайде почте. Итак, на этом организационная часть окончена, и я передаю слово Максату. Максат, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Вас слышно. Ждем вашу картинку. Хорошо видно? Да, Максат, вас хорошо слышно и картинку хорошо видно. Спасибо. Ну, начнем. Доброе утро, уважаемые коллеги, слушатели. Меня зовут Бесенов Максат Аскарович. Являюсь экспертом по разработке месторождения компании «Казмный газ инжиниринг» город Астана, Казахстан. Также присутствует мой коллега с компанией «Лукойл» Дмитрий Поляков. При необходимости он будет также комментировать и отвечать на вопросы. Сразу небольшой дисклеймер. В связи с тем, что проект находится на стадии разработки, все обозначения и названия будут скрыты. Программное обеспечение «Т-навигатор» представляет развитые средства для излечения максимального потенциала синергии. Активы за счет применения технологий совместного гидродинамического моделирования. И данная презентация посвящена рассмотрению преимуществ при интегрированном проектировании. В этой презентации рассмотрим использование «ПОТ-навигатор» на примере проектирования разработки месторождений. Условно обозначим их как «1» и «2». Итак, в этой презентации будет дана краткая информация о геологическом строении месторождений. Затем расскажу о концепции разработки рассматриваемых месторождений. После чего покажу, каким инструментами моделировалась разработка. Далее ознакомлюсь с подходом моделирования интеллектуальных заканчиваний, применившиеся нами. И в конце несколько слов о многостадийном ГРП. Не секрет, что для освоения морских месторождений требуют применения наиболее эффективных технологических решений, доступных на рынке и позволяющих минимизировать риски разработки в условиях недостаточной геологической изученности. Поиск таких решений возможен как непосредственно для строительства морских нефтегазовых сооружений, бурения и заканчивания скважин, так и в области проектирования разработки месторождений. В последнем случае одной из важнейших задач освоения месторождений является поиск синергетических решений при совместном освоении месторождений, позволяющий наиболее эффективно использовать имеющуюся или проектируемую инфраструктуру активов. Для морских месторождений Северного Каспия характерными особенностями являются одна или две нефтегазовые залежи с массивной газовой шапкой, остальные залежи газовые. Требуется комплексный подход к освоению для получения экономически оправданного варианта выработки запасов. При проектировании разработки данных рассматриваемых месторождений учитывался значительный опыт в освоении месторождения Северной Каспии имени Корчагина и Филановского, разрабатываемые компанией «Лукойл» уже более 10 лет. Рассматриваемые месторождения приурочены к среднеюрским отложениям. По величине начальных извлекаемых запасов нефти месторождения 1 и 2 относятся к крупным. По сложности геологического строения, условиям залегания и выдержанности продуктивных пластов оба месторождения относятся к месторождениям со сложным типом строения резервуара. На месторождениях проведен широкий комплекс геологических исследований, это 2D-3D-съемка, пробурены поисковые и разведочные скважины, в которых записан современный расширенный комплекс ГИС, отобран керн и выполнены стандартные и специальные исследования. Словом, изученность месторождения на довольно высоком уровне. На месторождении 1 объекты разработки делятся на нижние чисто нефтяные залежи. Как я указываю, это нижние чисто нефтяные залежи, а объект 1 – это как газовая шапка с нефтяной тонкой оторочкой. Месторождение 2 имеет высокую расчлененность с небольшими газовыми шапками в некоторых пластах-коллекторах. На основе концепции освоения группы месторождений региона лежит реализация фазового подхода с современной инициацией проекта последующей фазой, в том числе с учетом реализации рисков текущей фазы. При формировании сценариев разработки ключевыми факторами, влияющими на размещение скважин и выбор типа скважин, являлись геологические условия залегания пластов, принимаемых в разработку, энергетические характеристики залежи, а также технико-технологические возможности обеспечения рентабельного излечения целевого флюида. В процессе создания нескольких сценариев рассматривались варианты бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, в том числе многоствольных. С точки зрения получения наибольшего коэффициента охвата по площади, равномерное размещение наклонно-направленных скважин представляется целесообразным, однако в условиях морского месторождения сложно реализуемо, ввиду специфики размещения бурового центра. В подобных условиях наиболее возможным является бурение горизонтальных скважин, размещенных исходя из особенностей залегания пласта таким образом, чтобы увеличить коэффициент охвата дренированием по площади и по разрезу, а также повысить темпы выработки запасов нефти. Горизонтальные стволы имеют обширную площадь дренирования и, соответственно, высокий потенциал добычи, что в условиях зарежи, рассматриваемых месторождений, при разработке на режиме истощения может повлечь за собой резкое снижение пластового давления в зоне отборов и снижение продуктивности. На слайде видим, как расположились стволы горизонтальных скважин внутри залежи. Также 5 горизонтальных нагнетательных скважин для организации приконтурного заводнения. На первой стадии освоение вводится в разработку залежей драйвера. Как правило, это нефтяные залежи со значительными извлекаемыми запасами. В данном случае месторождение 1 и далее месторождение 2. На следующих фазах уже рассматривается подключение других залежей, которые даже порой в традиционных условиях суши не относятся к приоритетным. Так, в рассматриваемом регионе это запасы тонких нефтяных оторочек и низкопроницаемых коллекторов. Для освоения запасов тонких нефтяных оторочек и подгазовых зон на современной этапе активно применяются интеллектуальные скважины, позволяющие регулировать отборы по участкам горизонтального ствола и в онлайн-режиме. Осуществляет мониторинг показателей разработки на основе данных забойных телеметрических систем. Как ранее, ПО-навигатор процесса гидродинамического моделирования позволяет выполнять совместные расчеты технологических показателей разработки. Несколько месторождений, связанных общими элементами объектов обустройства. Решение текущих задач сопровождения разработки месторождения Северной Каспии демонстрирует высокую эффективность данного инструментария и целесообразить его использование на ранних фазах концептуальной проработки совместного освоения новых месторождений. На слайде показана структура построения одновременно совместного расчета для двух и более гидродинамических моделей, которые связаны единым наземным обустройством. Создается мастер-файл, выступающий в роли основного узла сбора и контроля рассчитываемых моделей, к которому подвязываются рассматриваемые месторождения гидродинамических моделей в виде слейф-моделей. Мастер-файлем задается групп-3, где указывается месторождение в виде групп, а также могут задаваться ограничения дебетов в показателе нефти, газа, воды при необходимости. Однако следует отметить, при подобных совместных расчетах количество необходимых лицензий должно быть равно количеству рассчитываемых моделей плюс одна лицензия для самого мастер-файла. В рассматриваемом проекте было задействовано три лицензии T-Navigator BlackOil. Также в дальнейших планах задействовать модель автоадаптации и работы с неопределенностями для оценки вероятности вероятностных показателей. Обоснование эффективного объема залежи, охваченного вытеснением, осуществлялось при помощи диаграмм Воронова, которые можно построить под навигатор. Данный метод подразумевает определение зон дренирования скважин путем задания радиуса для добывающих скважин в пределах продуктивного пласта, расчета запаса в регионах скважин и коэффициента охвата вытеснения. Проектным офисом была принята новая модель ограничений для расчета вариантов разработки рассматриваемых месторождений. Направляющие дебиты по нефти для всех скважин задавались, исходя из подвижных запасов, приходящих на каждую скважину и вычисленных с помощью диаграмм Воронова. По условию расчета для установления целевого дебита скважина мы задавали радиус зоны для каждой скважины, рассчитывали коэффициент охвата, устанавливали темпы отбора для каждой скважины. Также направляющий дебит по жидкости принимался по месторождению аналогом. Рассмотрим в месторождении часть верхних объектов содержит значительные запасы газа к газовой шапке. Соотношение газонасыщенной и нефтенасыщенной частиц заряжения составляет 1 к 2, 1 к 3. Толщина оторочки при этом ниже 10 метров. Освоение оторочки такой незначительной высоты является интересным и непростым вызовом, работая с трудноизвлекаемыми контактными запасами. С целью решения проблем прорыва газа и воды на месторождении в гидродинамической модели реализован вариант нижнего заканчивания скважин с устройством активного регулирования притока. Интеллектуальное заканчивание представляет оператору возможность удаленно контролировать и отслеживать, и управлять несколькими горизонтами, зонами скважина. Применение данной технологии позволяет сбалансировать приток к стволам, сократить общее количество скважин, увеличить межремонтный период, ускорить выход на полку добычи и поддерживать плато в течение длительного периода времени. Для этой цели был разработан подход на опция, доступную для использования гидродинамической симулятора Т-навигатор. Симулятор позволяет разбивать ствол скважин на отдельные сегменты, в каждом из которых с помощью уравнения материального баланса вычисляется локальное состояние фаз, многофазного потока и уравнение падения давления, которые учитывают локальные градиенты давления гидростатические, а также вызваны трением и ускорением. На слайде слева внизу показан интерфейс дизайнера скважин, где можно построить, смоделировать интеллектуальные скважины с мультизонами притока флюида. Конструкции скважин на этапе концептуальной оценки для рассматриваемого объекта заимствованы с месторождения аналога и подготовлены для загрузки моделей с помощью модуля дизайнера скважин в симуляторе Т-навигатор. Типовая конструкция включает устройство регулирования притока каждые 500 метров перфорированной части хвостовика. Управление разработкой реализуется в условиях ограничений, накладываемой системой сбора. Задачей проектирования является определить данные ограничения таким образом, чтобы потенциал пласта был реализован максимально экономически эффективно и участие в расчетах технологических показателей разработки. В гидродинамических симуляторах для управления скважинами, работающих в условиях ограничения системы сбора, используется алгоритм, основанный на ранжировании скважин по потенциалу добычи скважин. Однако, современные гидродинамические симуляторы пока не реализуют возможности управления зонами притока скважин, аналогичны тем, которые реализованы для скважин в целом в реальности. Поэтому, техническая реализация правил управления зонами притока является актуальной задачей практики гидродинамическим моделированием. В данное время, как решение, был разработан алгоритм, где каждый сегмент, который имитирует клапан управления притоком, с целью выравнивания профиля притока в горизонтальном стволе, предупреждая прорывы воды и газа. Алгоритм через N расчетных шагов проверяет давление и фазовый состав в сегментах клапанах и в зависимости от принятых ограничений регулирует положение клапанов. Таким образом, предложенный подход позволяет увеличить производительность скважин по сравнению с вариантом без интеллектуального заканчивания. А за счет позонного контроля профилями притока возможно добиться более длительного периода плато, добычи и потенциального увеличения коэффициента нефтеотдачи. Данные факторы могут сыграть большую роль в экономическом обосновании выбора варианта освоения разработки объектов с нефтяными отрочками. Эффективность управления по одной из скважин представлена на рисунке. Были рассмотрены два варианта, имеющихся на рынке компоновок для моделирования интеллектуально заканчиваем в соответствии с характеристиками и результаты расчетов наблюдаем, что в целом скважины в интеллектуальном заканчивании является целесообразным решением при разработке коллекторов с риском прорыва газа и воды. Ну и наконец-то несколько слов про многостадийный ГРП. Для объектов с высокой расчлененностью и низкопроницаемых зонах дополнительно была рассмотрена опция проведения МГРП на скважинах с целью потенциального на повышение их продуктивности. В результате расчетов подобное мероприятие дает положительный эффект в виде дополнительного прироста отборов нефти, что делает мероприятие целесообразным. Преимуществами МГРП является возможность оптимизации количества скважин и поддержание высоких дебетов при вводе скважин, что благоприятно влияет на экономику проекта в целом. Переходя к выводам, можно с уверенностью сказать, что программа обеспечения Т-навигатор является тем инструментом, который отвечает всем запросам, которые ставят в современной нефтяной индустрии в области моделирования геологи-гидрометических моделей, проектирования скважин, интеллектуальных заканчиваний, моделей флюидальных систем, ОФП и так далее. Время затрачено на расчеты значительно ниже аналоговых ООО, порой в 2-3 раза. Также необходимо отметить удобство и понятная структура интерфейса, так сказать, юзер-френдлый и отображение результатов расчета для пользователя. На этом наша презентация закончилась. Переходим к сессии вопрос-ответы, да? Да, уважаемые коллеги, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Так, вижу первый вопрос. Какое преимущество Т-навигатора относительно связки Т-навигатор IPM? Да, кстати, у нас есть также коллега с компанией Lookoil, который как раз таки специализируется там интегрированное моделирование. И у нас реализована эта функция, то есть Т-навигатор подключается к системе IPM и ведутся расчеты на данный момент. То есть есть возможность такая. Так, следующий вопрос. Моделируются ли каким-либо образом риски, связанные с невыдержанностью расположения горизонтальных скважин при бурении? Оторочка маленькая. Этот вопрос, наверное, требует доработки, как бы. Ну, давай, Максат, может, я скажу. Да, Дима, если. Да, коллеги, оторочка действительно тонкая, да. А расчлененность того объекта, на котором у нас газовая шапка и оторочка, ну, превышает 10 единиц. Вот, соответственно, на данном этапе мы в гидродинамическую модель, условно, в один датник разместили 2-3 актива с общими ограничениями. Сейчас у нас выполняется вероятностная модель, где, соответственно, будет также и распределение коллекторов, условно, невыдержанность, да. Вот, и на вероятностной модели также будет сделан прогон всего созданного датника. Вот, но на самом деле, если говорить вот о таких залежах и вообще в целом о регионе, то мы в практике своей не моделируем как таковые неколлектора. Вот, потому что, как я периодически вспоминаю, пласт, расположенный на глубине 3 километров, не знает, что какой-то инженер наверху выделил коллектора и неколлектора. То есть, есть определенные условия, при которых условно породы, отнесенные к неколлекторам, будут являться проницаемыми. И с этим мы и сталкивались и на Каспийских месторождениях Лукоила также. Вот, когда вроде скважина проводится под глинистой перемычкой, призванной защитить нас от газа, вот, запускается в работу, и при снижении давления этот газ достаточно легко проявляется в стволе скважин. Вот, именно поэтому вот на рассматриваемых здесь активах мы, используя тот опыт, который уже есть у Лукоила, на рисковых залежах размещали интеллектуальные скважины. Вот, ну, а, конечно, скажем так, напиловка ствола скважин на зоны, она выбрана достаточно условно. То есть, как Максат показал, по 500 метров мы нарезали там 3-х километровый ствол, 2-х километровый ствол. Вот, потому что в реальности на практике, конечно, расстановка там покеров и разделение ствола на зоны будет определяться как раз прохождением через условно-непроницаемые породы. То есть, породы, которые могут блокировать поток флюида, да, по пласту. Вот, ну, в общем, такой достаточно сумбурный ответ, но, надеюсь, он что-то вам прояснил. Спасибо. Также могу добавить, что для именно моделирования, проектирования горизонтальных скважин ваша модель должна быть как бы более связанная, да, чем со стандартными моделями, как раньше, по песчаности отсекали, да, 0-1. Здесь как бы надо, чтобы более связанность была достаточная, чтобы работали именно горизонтальные скважины, вот, как надо. Хорошо, следующий вопрос. Какая пористость на рассматриваемых месторождениях? Ну, пористость в порядке 20-23%, можно сказать, да, в среднем. Достаточно ли ячеек размером 100-500 метров для моделирования конуса или гребнеобразования, не применяется ли локальное измельчение сетки? Ну, по вертикали у нас размер ячеек метр, три метра, вот такие, то есть довольно мелко, измельченная сетка. По горизонтали у нас да, 100 метров достаточно. Я опять же добавлю, да, можно? Да, да. По поводу конуса и гребнеобразования мы лет пять назад проводили такое упражнение, это отдельная задача, вот, по поводу моделирования, как раз образования конусов при разработке тонких нефтяных оторочек. И больший, скажем так, большее влияние, ну, то есть сравнивали сетки с лжерами, без лжеров, разная степень лжеров вдоль горизонтальных стволов, и большее влияние оказывает неопределенность проницаемости по пласту и, соответственно, вдоль ствола скважины, а также собственно структурный фактор. То есть когда мы имеем тонкую нефтяную оторочку, то колебание структуры в пределах там пяти метров вдоль ствола скважины позволяет, позволяет, скажем так, газу прийти к стволу скважины больше по латерали, нежели с образованием конусов. Ну, вообще сейчас мы, в принципе, отказались от того, чтобы локально измельчать сетку, но такие расчеты на раннем этапе, когда мы уже на рассматриваемых месторождениях будем бурить первые скважины, естественно, мы к этому придем. То есть чтобы, во-первых, определить преимущественный характер появления нецелевого флюида в продукции, вот, и, соответственно, каким образом в дальнейшем его моделировать. Может быть, и к лжеру вернемся. так, следующий вопрос характеристики моделей, да, количество активных ячейок, размер ячейок, характеристики рабочих станций, время, ну, для ответа надо поточнее посмотреть, ну, примерно, я скажу, у нас ячейка порядка 3 миллиона, активных где-то миллион, рабочая станция у нас так, Z-800, по-моему, 28, ядерная. В целом, на это у нас уходит порядка 5-6 часов расчетного времени. Так, следующий вопрос. А здесь они уже закрытые вопросы, да, или они как будто выполняли, выполнялась ли 3D геологическая модель, это или что, я не понял. Тут геомеханика имеется в виду. геомеханика. Да, это то, как раз над чем работают в настоящий момент. В настоящий момент идет процесс, да, моделирования геомеханических моделей. моделируются ли процессы в стволе скважины, связанные с пробкообразованием накоплением песка? Ну, на данном этапе у нас идет пока такая оценка, да, проект самого концептуальный, поэтому пока таких деталей мы не рассматривали. не, ну, вообще у нас в настоящий момент проектное заканчивание, учитывая результаты исследований по возможному выносу мехпримесей с забоя, соответственно, предполагают осуществление мероприятий пассант-контроля. то есть у нас в заканчивании будут фильтры с гравийной набивкой, ну, скорее всего, которые позволят нивелировать вынос фракций породы. Ну, да, это будем, да, и уже модели, наверное, отображать тоже, включать. Вам получилось сделать совмещенную модель с наземной структурой? Да, как ранее говорил, у нас есть специалист по интегрированному моделированию, должен был подключиться, но ушел на совещание тоже. Как раз он этим занимается, у нас целая команда сидит тоже в России, и совместно с ними делаем модель совмещенную, интегрированную модель наземная и подземная части. При расчете профиля добычи по двум месторождениям учитывалась ли сеть сбора продукции или объединения была сделана с целью задания общего уровня добычи? Да, мы работаем в купе, в команде с обустройством, команда обустройства. После того, как мы рассчитываем потенциал самого резервуара, обсуждая с обустройщиками, они нам более-менее оптимально дают ограничения. Под это мы уже подбиваем наши профили с определенного периода выдержанной полки добычи. Все это закладываем модель. Вот как раз мастер-файля мы это закладываем и автоматическим образом он распределяет по фазным подходам. Не пробовали ли подключать к гидролинговой модели скважины поверхностную инфраструктуру для оценки взаимовлияния скважины и месторождений друг на друга. В детальности такого не делали, но могу сказать, что когда идет расчет, если мы задаем какой-то целевой дебет на вторую группу, то есть второе месторождение подключается, то есть эффект задавливания первого месторождения. То есть здесь надо как бы тоже итерационный подход. По вашей оценке позиционка для такого объекта не требуется. Не требуется ли, да? Ну, на данном этапе модули черные блоков это достаточно, потому что у нас во-первых не идет как таково изменение композиционного состава в пласте флюидов. Мы не закачиваем обратно газ именно в нижней пласты. Каковы результаты подбора оптимальной геометрии трещины с точки зрения экономической эффективности? Так, Дима, можешь прокомментировать? Ну, вот у нас на слайде были показаны пример трех разных видов геометрии трещин. То есть, на этапе моделирования МГРП на залежах с низкой проницаемостью и высокой расчлененности соответственно был выполнен цикл расчетов с разным расстоянием между портами МГРП и разной геометрией трещин. Вот. Ну, была выбрана естественно та геометрия для каждого резервуара, которая является более оптимальной и по технологическим параметрам и как следствие по экономическим параметрам. Но по понятным, наверное, причинам ни технологическую эффективность, ни экономическую эффективность мы здесь не показали. И я думаю, что никакая другая компания это бы тоже не сделала. Так, следующий вопрос. Упоминали, что есть риски эрозионных процессов. Как-то учитывали, моделировали или... Так, риски эрозионные это... в скважине имеется в виду, да? Ну, это риски эрозии до оборудования нижнего заканчивания вследствие, например, прорыва того же газа к одной из зон, когда у нас напротив штуцера в нижнем заканчивании будет газ, соответственно, будет высокая скорость потока. и обычно происходит эрозия оборудования. Но на данном этапе мы это закладывали как риск, вот, как риск, который ложится, соответственно, в первую очередь на буровиков при подборе оборудования, вот, каким-либо образом вот конкретно в этом проекте данные риски не моделировались. Так, 25% пористости это не триз. Триз это трудно извлекаемые запасы, но суть в том, что здесь никто и не говорил про триз. То есть у нас есть здесь высокорощрененные низкопроницаемые пласты, да, но это не основные пласты, это пласты там условно локализованные к одному геологическому возрасту. То есть это пласты с проницаемостью там 2 милидарси, но условно где-то в середине вот этой этажерки, которую мы вскрываем. Естественно хочется вовлечь запасы, которые в этих пластах находятся. Вот, соответственно для них планируется МГРП. Вот, вроде экономика позволяет это планировать. Вот, поэтому не надо вот это вот слово трис распространять на все залежи. Вот, это во-первых. А во-вторых, если мы говорим о тонких нефтяных оторвочках, где практически все запасы нефти являются контактными, то есть либо по газу, либо по воде, в большинстве случаев и по газу, и по воде, вот, то это также трисы. То есть здесь в данном случае, мы говорим про месторождение в Казахстане. То есть когда вы вот сейчас задаете вопросы про трисы, наверняка вы пользуетесь тем определением трис, которое принято у нас в России и в ГКЗ. Вот, как правило, контактные запасы, вот такие тонкие оторочки, они все-таки относятся к трудно извлекаемым запасам, потому что некоторые компании вообще эти запасы не вовлекают и пытаются забыть про нефтяные оторочки. Вот, поэтому все-таки тут надо трисы понимать именно как извлекаемые запасы, которые технологически трудно вовлечь в разработку и обеспечить приемлемый коэффициент извлечения нефти. Вот, а не то, что где-то законодательно закреплено. давайте все-таки руководствоваться, скажем так, наукой, а не локальными нормативными актами. Спасибо. Ну, дополнительно, да, мы рассматривали МГРП как раз для тех расчлененных пластов, которые у нас имеются с очень также маленькими, небольшими мощностями с целью соединения, да, как бы, с основным стволом посредством трещин. Так, следующий вопрос. Чем больше рвем, тем лучше на низкопроницаемых коллекторах. логически, да. Спасибо за доклад. Не могли бы отметить с каким-то недостатками навигатора при таком комплексном моделировании, на что стоит обратить внимание разработчикам и пользователям. Ну, если все правильно структуру собрать, у нас особо сложности не было. Единственное, вот как сказали, что для этого потребуется энное количество дополнительных лицензий на каждое рабочее место и также время расчета увеличивается в разы. Так, вопрос от Ивана Санникова. Для производителям по зоной притока горизонтальных скважин, по сути, является независимым источником с токами, ограниченным тем, что потоки стекаются в общую скважину. Для управления скважиной в режиме ограничения добычи со стороны инфраструктуры используются алгоритмы распределения группового дебета по скважинам. Пропорции определяющиеся их потенциалом. Есть ли в планах компании RFD распространение инструмента группового управления скважин на зону притока, клапаны контроля притока? Как учесть, нужно ли учитывать особенности топологии сток потоков скважины? Вот такой вопрос для RFD, да, получается? Давайте я немножечко прокомментирую. Иван, здравствуйте, Василий Агеев на связи, директор представительства компании RFD в Казахстане. Да, так, над этим, над этой задачей мы ведем, есть тикеты, однако, тикеты это наша система учета задач, да, которая формируется для разработки дальнейшего функционала. Да, тикеты для решения этой задачи есть, но я не могу прокомментировать по срокам выполнения и по планам внедрения этого функционала. Подробнее мы можем потом по почте связаться. Спасибо. Так, следующий вопрос. Как происходит отслеживание газового фактора нефтяных скважин от Орочки? Как изменяется газовый фактор с течением разработки по времени? Один год, два, год, пять лет эксплуатации? Дмитрий уже ответил. Но смотрите, мы здесь моделировали интеллектуальные скважины, интеллектуальное заканчивание, исходя из собственного опыта на других активах. То есть, соответственно, это интеллектуальное заканчивание для горизонтальных скважин разных производителей и Шлюнберже, и Бекер Хьюз, и наше отечественное. В данный момент ряд российских компаний продолжают работу над устройствами контроля притока и как интеллектуальными, так и неинтеллектуальными заканчиваниями. То есть, соответственно, на каждую зону у нас в самом минимальном случае есть устройство контроля давления до, скажем так, потока в основную трубу после. Соответственно, также контролируется температура, отслеживаются разницы давления и температуры. Соответственно, если мы применяем электрические системы, ну, системы контроля с электрическим регулированием, например, той же компании Шлиндерже, то, соответственно, там есть и контроль, датчик контроля электрической емкости. Вот. Помимо этого, на некоторых горизонтальных скважинах, я думаю, в России это уже достаточно широко применяются химические индикаторы, это несколько дольше, чем в онлайн режиме, но, в принципе, отбор химических маркеров на устье, их соответствующий анализ позволяет определить профиль притока. Соответственно, динамика газового фактора, она зависит от, по большему счету, от высоты газовой шапки над этим стволом, зависит также от неоднородности коллектора и коллекторовских свойств вдоль ствола. То есть, есть скважина, где газовый фактор растет, там, условно, в первые 2-3 года до 4-5 тысяч, затем стабилизируется, вот, есть скважина, где газовая шапка достаточно небольшая, где удается газовый фактор постоянно удерживать на уровне менее тысячи кубов на тонну, вот, что позволяет нам стабилизировать отбор жидкости и добывать там практически фиксированный объем нефти с этого ствола. То есть, и, соответственно, после того, как мы получим вероятностную оценку, будет понятно, скважины будут транжированы, и, соответственно, те скважины, которыми мы можем эффективно управлять на длительном промежутке времени, они войдут условно в набор скважин для первоначального бурения. Ну, и так дальше. Я думаю, процесс, в принципе, вам понятен. Так, применяется ли оптоволоконная система отслеживания показателей? Ну, проект в данном этапе на стадии разработки, но мы планируем, использовать оптоволоконную систему для процесса мониторинга давления притоков и так далее. Следующий вопрос. Каков механизм корректировки дизайна многосрединного ГРП по результатам проводки горизонарных скважин и получения фактической траектории и фактических ГИС? Опять же, на данном этапе мы только проектируем, моделируем скважины заложены в модели и на эти траектории мы спроектировали сами ГРП. В итоге, к какому режиму разработки пришли? С контролем депрессии, с минимизацией прорывов или эксплуатацией высоким газовым фактором? Как каждый адекват недропользователь, я думаю, оптимальный режим разработки приветствуется. Будем придерживаться стандартных подходов, где мы минимизируем прорывы с помощью интеллектуального заканчивания, где необходимо, и газовый фактор. МОНы какие-нибудь планируете и как следствие моделируете? Ну, как раз-таки вот мероприятие по МГРП, я думаю, это относится к увеличению методом ништя дачи. Пока других не рассматривали. Дима, есть что добавить? Может, по опыту Филановского Корчагина? Ну, на данном этапе еще рано моделировать МОН. Мы, соответственно, держим методы увеличения нефтеотдачи в запасе, скажем так. Пока у нас, как вы уже отмечали, и пористость, и проницаемость достаточная для того, чтобы не прибегая к интенсификации добывать, добывать, скажем так, тот объем нефти, который мы хотим добывать, полностью реализовывая потенциал. Вот, потому что Максат говорил тут, что месторождение морское, соответственно, специфика, ну, эти практически все месторождения в кластере морские, специфика морских месторождений в том, что мы не можем вот так вот взять и масштабировать инфраструктуру добычи, систему сбора и транспорта, как можем это сделать на суше. Мы не можем прийти попробовать и потом уйти, ликвидировав промысел. То есть, мы сразу должны создать такую структуру, которая даже в случае неподтверждения ресурсов либо запасов на одном там из поднятий из месторождений позволит нам реализовать некий комплекс мероприятий по переходу на соседнее поднятие, не знаю, бурение дополнительного фонда, который приведет к тому, что мы полностью загрузим инфраструктуру добычи, там, сбор, подготовку, завод и все такое прочее. То есть, поэтому здесь мы не стремимся к тому, чтобы максимально увеличить нефтеотдачу. Вот то, что Максат сказал, что мы держим, скажем так, в кармане МГРП возможность применения, а также интеллектуальное заканчивание планируется и, собственно, вкупе это позволит, надеюсь, нам эффективно разработать месторождение и вовлечь все запасы, которые мы имеем для того, чтобы был доволен и недропользователь, и государство. Уважаемые коллеги, у нас очень много вопросов, я предлагаю и по времени мы уже, можно сказать, выходим за тайминг, я предлагаю на следующие, на оставшиеся вопросы мы напишем ответы письменно, если вы не против. Хорошо. Вот есть интересный вопрос, который я хотел бы выделить из того, наверное, что еще не реализовано, это там где-то в самом конце о том, чтобы реализовать в Т-навигатор получение данных LWD. Вот. И тогда возможности ПО еще расширятся. Можно я включусь, Дмитрий? На самом деле возможность получения данных бурения с LWD инструмента в процессе бурения есть, то есть подключается по XML протоколу к системе передачи данных и можно обновлять модель в режиме реального времени, да, и у нас есть это функционал готов, зашит в модуль дизайнера геологии. Хорошо. Спасибо. Видимо, я как не пользователь модуля дизайнера геологии об этом еще не знаю. Спасибо за ответ. Хорошо. Максат, Дмитрий, благодарим вас за такой интересный доклад, за ответы на вопросы. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за ваш интерес, за ваше участие. И хотим отметить, что запись данного вебинара будет на канале YouTube. А также вы можете читать наши новости на телеграм-канале, на нашем сайте. И, уважаемые коллеги, вы знаете, что нам очень важно ваше мнение. И сейчас в чате вы сможете, вы увидите ссылки как на наш канал YouTube, так и на опросник. Благодаря вашим отзывам мы делаем наши вебинары еще лучше, информативнее для вас. Уважаемые коллеги, Максат, Дмитрий, Василий, Агеев, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем вебинаре. Особенно благодарим за такую хорошую подготовку. Уважаемые коллеги, слушатели, мы благодарим вас за ваше участие, за ваше время. спасибо также команде RFD за возможность нам выступить и спасибо слушателям и за вопросы. Отлично. Спасибо вам большое. Кстати говоря, про вопросы. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, пишите нам на rfdmarketing russia-rfd.ru мы будем рады ответить на все ваши вопросы. и ждем вас через две недели 13 апреля на открытии нашей второй сессии, второй серии вебинаров 2023 года. Вебинар будет посвящен основным изменениям гидродинамических модулей в новом релизе программного продукта T-Navigator версия 23.1. Уважаемые коллеги, еще раз благодарим вас и до скорых встреч.